Мы целый час стоим вдвоем и смотрим чудо-водоем. Деревья, горы, реки тут. Его аквариум зовут. Да-да, друзья, вы не ослышались. Ваши любимые пейзажи тоже могут быть в аквариуме. Вы можете любоваться своими любимыми пейзажами даже у себя дома. Технология акваскеппинга, природного аквариума, позволит вам максимально точно воссоздать ваш любимый природный ландшафт в зависимости от предпочтений, будь то горы или холмы, равнины или тропические леса. Такой элемент декора позволит придать уют вашему дому и идти в ногу со временем. Термин акваскеппинг зачастую применяется именно к природному аквариуму, так как его важной особенностью является создание надводных пейзажей исключительно из натуральных материалов. Создателем креативного направления аквадизайна основанного на принципах японского садоводства является гениальный японский фотограф Такеши Амана. Он много путешествовал по джунглям Борнева, Амазонки, Западной Африки. В 1982 году он основал компанию Ада, аквадизайн Амана, и профессионально занялся аквариумистикой. И, пожалуй, этот сплав фотографа и естества испытателя стал естественной точкой отсчета в его личной философии дизайнера. Он сумел преодолеть излишнюю напыщенность картинки, вызванной плотностью насаждения растений в аквариуме. В подводных пейзажах, по его мнению, свободное пространство является не менее важной частью дизайна, чем все остальное. И дизайн таких аквариумов отличается не столько яркостью, сколько естественностью. Ну и тем самым он создал новое направление в аквариумистике. Однако, это не значит, что он отказался от современных технологий. Наоборот, он попытался совместить все современные передовые технологии и наработки с естественностью природного аквариума. За кажущейся внешней простотой скрывается сложнейшая работа по созданию природного аквариума и поддержанию его в первозданном виде. Здесь, конечно, не обойтись без определенного комплекта оборудования. Итак, сегодня мы выяснили особенности акваскейпинга как современного направления в аквадизайне. Конечно же, расположение элементов, их сочетание и расположение имеет свои правила и рекомендации, пренебрежение которыми дает неестественный результат. А в следующих роликах мы расскажем о технологических тонкостях создания природного аквариума. А на этом все. Пока!